здравствуй дружок как говорили в одной советской радиопередаче здравствуй дружок сегодня я расскажу тебе сказку на самом деле никакую не сказку на самом деле я напомню вам о том что если вы хотите поддержать этот небольшой канал вы можете это сделать посмотрев под каждым роликом информацию о том как это будет происходить помимо этого благодарю всех тех кто пишет комментарии и в этих комментариях упоминает группы которые нравятся которые они хотели бы обсудить после очередного ролика потому что когда дома несколько тысяч пластинок некоторые пластинки не слушаешь годами а то и десятилетиями в данном случае пластинка которую я не слушал всего пару лет но до этого слушаю очень много раз ну просто все время приходит что-то новое вспоминается что-то старое и поэтому некоторые позиции стоят довольно долго без внимания вот один из замечательных зрителей вспомнил группу Джоди Гринт о которой я обязательно поговорю она мне очень нравится я конечно уделю ей свое драгоценное внимание безусловно но сейчас речь не об этом сейчас речь о группе которая мне понравилась много-много лет назад у меня было довольно много компакт дисков это замечательного коллектива компакт диски у меня распылились со временем а виниловых пластинок что-то мне не встречается этой команды но одна у меня все-таки есть и группа эта меня потрясла с самого начала причем потрясла настолько сильно что я стал удивляться вроде бы я небольшой любитель такого сверх тяжелого рока у меня есть довольно много пластинок тяжелой музыки но я не могу сказать что я прямо вот мету все подряд что прямо вот все 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 вот все тяжелое давай 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 неси отдельные позиции мне нравится отдельные пластинки отдельных групп и я периодически о них говорю в частности сепультуру я очень люблю пантеру я очень люблю ну про black sabbath там я не говорю это конечно первые пять альбомов это святое но группа достаточно современная ну условно говоря и тяжелая гитарная такая ух какая и прямо так на душу легла что лежит там до сих пор это замечательный ансамбль до его виндорфа называется монстр магнет вот эта вкладочка я покажу фотографии одного из составов этого коллектива потому что состав монстр магнет это двойничок состав монстр магнет менялся не скажу что один раз а несколько раз и главной частью конечно остается бендер он практически является собой весь этот самый монстр магнет монолитик baby вот эта пластинка одна единственная на виниле из всего монстр магнета все их дискографии альбомов них достаточно много и я со временем думаю что они у меня появится ну как бы нужно заказывать нужно ждать придут когда-нибудь никуда не денется это не первый не последний альбом это такой переходный это по моему 2004 год если мне память не изменяет переездом в 2022 вот и что я хочу сказать пластинка в определенном смысле переходная но переходная из одного хорошего состояния в другое хорошее состояние которое очень напоминает прежнее состояние и переход этот практически незаметен заметен только изощренным музыкальным критиком один из которых написал такую фразу что если раньше монстр магнет были группы ориентированные на психоделию то в районе 2004 года они стали просто настоящей рок-группой ничего не сказав о том ушла психоделия или нет она никуда не ушла она слава богу осталось и ранние пластинки монстр магнет почему они пришлись мне так по сердцу они действительно напоминают нежно любимый мною хоквинт который я собираю которого у меня много который я слушаю постоянно и о котором я буду рассказывать бесконечно бесконечно брат будет хоквинт у нас кстати один ролик уже есть про хоквинт можно посмотреть в плейлистах сергей курюхин кстати говоря очень любил группу хоквинт может для кого-то это будет удивительно но это правда мы с ним много говорили как раз про хоквинт про прелести этой космической музыки все же ходил даже на концерты хоквинт так повезло я не видел на концертах но в живую смысле монстр магнет на ранних альбомах почти почти на каждой пластинке был кавер из хоквинт и очень здорово у них получалось у дэйва виндорфа точнее здорово получалось и кавер версии хоквинт в исполнении монстр магнет они отличались от собственно монстр магнет а от хоквинт отличались от хоквинт но виндорф сохранял самое главное что было в этих песнях сохранял ярость сохранял мощь сохранял звук сохранял ту самую психоделию тот самый космос который всегда у хоквинт на первом месте но эта музыка тяжелая эта музыка гитарная с едким отличным вокалом виндорфа прекрасный певец просто изумительный и песни его как опять таки один из критиков сказал что в своих песнях виндоров выглядит одновременно и тупым и ироничным и умным и загадочным вот такой микс этот микс идеально подходит для определения настоящего рок-н-ролла а монстр магнет это та группа которая сохранила дух подлинного настоящего рок-н-ролла стала его играть тяжело и все время современно и ранние альбомы и средние которому этот пасенка относятся и поздние они звучат удивительно современно тяжело и по-настоящему рок-н-ролль нас иронии с юмором с едким сарказмом со злобой и никакой политкоррект политкорректности абсолютно никакой что соответствует духу рок-н-ролла при этом виндорф поет до достаточно жесткие вещи и как говорил один мой знакомый с таким интеллигентным матерком не просто шпарит как какой-нибудь удаловавшийся пивом панк а с интеллигентным матерком все это но все это так саркастично и и очень круто и звук здесь такой что я не знаю если говорить там о тяжелой музыке в металлик окажется унылым каким-то унылыми старперами с самого начала по сравнению с монстр магнет и сидись и это просто детский сад в коротких штанишках какой-то несерьезный аэросмит это унылые колыбельные какую песню не возьми какой альбом не возьми даже ранее которые напоминают rolling stones из которых собственно и выросла группа аэросмит а это настоящее просто безумие настоящий ракешник это кстати сорокопятка большая почему она сорокопятка потому что потрясающий звук потрясающая продюсерская работа ну помрачительное качество звучания и на 45 оборотов она конечно правильно сделано потому что 45 они звучат все таки они больше больше вытягивает проигрыватель на 45 оборотах чем на 33 так уж ну это аксиома тут говорить нечего если кто не помнит катушечный магнитофон это скорость 19 это лучше чем скорость 9 там скорость 38 лучше чем 19 и и так далее так далее так и вот когда в комментариях тоже есть люди которые рассуждают а в прайдерской работе приводит примеры джеффа лена вот джеффу лену до этого как до луны хотя музыка совершенно разная но здесь подлинная просто подлинное мастерство работы со звуком при этом что при этом что это тяжести так это это все это все ревет гремит грохочет и поет поет уиндеров сведено и записано так что просто хочется забыть обо всех остальных продюсерах но тем не менее слад машин и супер кровь две первые песни это просто два удара в мозг жесткие гитарные хлестки барабанно-басовые такие атаки не длинные не утомляющие очень крутые рифовые штуки третья вещь on the verge on the verge начинается с с акустики и кажется сейчас мы передохнем сейчас вздохнем но несколько тактов такого запева с акустической гитары появляются барабаны бас бум бум и понеслось полетели в космос вместе с хоквинт который подразумевается который стоит за спиной как папа как отец такой а это как правильные дети группы хоквинт ну я думаю что винтов обиделся бы если бы это услышал ну я иногда так их воспринимаю как младший младшие но умные братья скажем так не дети а умные братья группы хоквинт анброкин hotel baby следующая песня вот здесь гитара звучит так как нигде я не слышал такого звучания гитары это звук металлического листа такой тонированный причем звук играет металлический лист только что вышедший из прокатного стана но тонированный четко звучат аккорды все струны слышно все и так он просто этот лист он сначала так потом переворачивается и вот так вот торцом тебя разрезает пополам этот самый анброкин hotel by hotel baby потрясающий гитарный звук ради этого только стоит эту песню послушать ну и сама песня хороша сам себе radiation day это просто убийственный рок убийственный адский рок ироничный при этом вот ирония самое главное ирония юмор в музыке он здесь это не прямой юмор такой да он скрытый внутри и в голосе в интонациях вот это все есть и монолитик шестая песня это запредельно заобработанный бас басовый риф на котором лежит это тяжеленная штука тяжеленный вот этот монолитик звук баса не хуже чем звук гитары в анброкин hotel baby такой же какой-то нечеловеческий совершенно как они этого достигали я не знаю каким каким путем какие обработки использовались это это очень круто действительно очень круто но при этом все эти тяжелые вещи они слушаются очень легко они не давят они не душат они кажутся монотонными и угнетающими совсем нет совсем нет но главные фишки начинаются на стороне c ну я имею ввиду что это двойник сорокопятка на самом деле это конечно не страна c а сторона б будет если говорить в одинарном альбоме the right stuff песня роберта калверта хоквинт правильно угадали и сделана она ну мне кажется даже круче чем хоквинт с таким адским драйвом с такой скоростью таким звуком такие находки и в барабанах и и в гитаре и в каких-то синтезаторных таких педах подкладках сзади так так это такой удивительный полет звездолета куда-то в в полный улет я бы сказал потрясающая вещь но дальше полное удивление дариз новое out of here правильно песня которую пел играл дэвид гилмор на своем первом сольнике песня не его авторство я забыл кто автор гилмор тоже делал кавер а здесь кавер с камера и гилмор далеко-далеко-далеко потому что здесь мощь здесь замечательная мелодия ну мелодия понятно что она мелодия оттуда но так это обработано так аранжировано так мощно так такой space rock и одновременно и traditional hard rock всего все это вместе и пространство и и атмосфера и и и и и и все вот это и и такое ощущение что это впервые песня раскрыта так как она должна была бы звучать то что гилмор все-таки не дотянул до до полного раскрытия вот этого произведения а здесь дариз новое out of here это просто шедевр просто шедевральное исполнение дальше master of light опять полный вперед опять полный драйв и выходим на 10 номер тубет вдруг неожиданно какие-то шотландской ирландские мотивы такой гитарный тринь 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 дринь 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 какая-то джига такая которая не предвещает на самом деле ничего хорошего потому что короткая эта песня тубает она заканчивается и понеслась ultimate everything мне казалось что песня монолитик 6 это апогей тяжести но вот ultimate everything это уже все это уже триндец триндец котенку больше мяукать он не будет это такой вот шаги годзиллы по мостовой а также по проезжей части ноги раздавливают автомобили расплющивают их люди разбегаются те кто успели убежать и вот этот самый ultimate everything звучит штука длинная 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 и вот так она тебя задолбает задолбливает и задолбит и уже не раздолбит никогда но слушать судей на легко и приятно при этом чем отличается монстр-магнет от всех остальных тяжелых групп стиль этой музыки неопределим это стиль монстр-магнет ну cnn war them последний номер это просто выстрел в мозг я пошел пить мог